Там смуглянка, молдаванка, собирает вино... Участники концертной группы ВВС и войск ПВО откликнулись на инициативу одними из первых. Артисты устроили настоящий мини-спектакль, который переносит слушателей в победный 45-й, а папури из узнаваемых мелодий проникает прямо в сердце. Раскудрявый клён зелёный, лист призной... День Победы. Для нас эта дата знаменательна, потому что, конечно, у каждого есть родственники, дедушки, прадедушки, которые принимали участие в военных действиях. Для каждого из нас это очень ценно. Поэтому не поучаствовать в такой акции мы, конечно же, не можем. Секретом особенного исполнения делится старший сержант Артём Гвоздов. Главное, чтобы к песне лежала душа. Тогда выступление сумеет тронуть самого искушённого зрителя. Для полноты образа молодой человек сменил привычную военную форму на фронтовую. На самом деле военных песен очень много, и выбрать было очень тяжело. Но, как бывает, понимаете, упадёт на душу, и всё. И уже не откажешься от неё. Эта песня фронтовая, следовательно, форма у нас фронтовая. У незнакомого посёлка на безымянной высоте... Военный артист академического ансамбля песни и танца Максим Ященко взял не только высокую ноту, но и безымянную высоту. Это для молодёжи должно интересно быть. Они должны знать, как это было. В таких песнях очень текст хороший. То есть со смыслом, чтобы дети будущего поколения понимали, что было такое, что прошли люди, что прошли их бабушки и дедушки. Песня на войне. Она шагала на фронтах бок о бок с солдатами. Помогала выстоять в тяжёлые минуты и одержать победу. Музыкальные композиции ярко отражали события того времени. Появившись на свет в сороковые, именно эти мелодии остаются любимыми по сей день. Александр Питкевич, Юлия Олексенко, Богдан Подлуцкий. Телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро».